11 глава книги Откровения с 1 по 14 стихи. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Спасибо. Хорошо. Когда я изучал книгу Откровения, именно дойдя до этой главы, я уже совершенно убедился в том, что хронологический подход к Откровению невозможен. Потому что было впечатление, что до этого времени мы продвигались вперед, но когда мы дошли до этого фрагмента, то такое ощущение, что мы переходим назад. Время сейчас растягивается. Мы переходим от одного эпизода к другому. Откровение, как я уже говорил, можно сравнить с детективным романом, в котором присутствует загадка или тайна. Мы с вами увидели главных действующих лиц, они представлены. Место действия описано и события показаны. Повествование продвигается вперед. Однако автор этого романа как бы говорит, давайте вернемся немножко назад, я хочу еще поподробнее рассказать об одном из персонажей. Вот некоторые детали. И вот в этих последующих нескольких главах мы с вами узнаем негативных персонажей, мы узнаем злых людей. И вот в первом и втором стихах говорится о том, как верующие отделяются от неверующих. И здесь используется тот символ, который использовался в Ветхом Завете у пророка Захарии. Это образ собственности или принадлежности. То есть, кто находится в храме принадлежат Богу, а те, кто во внешнем дворе, те не принадлежат. Так как здесь речь идет о храме, некоторые люди считают, что необходимо дождаться восстановления храма в Иерусалиме. Однако я думаю, что образ, описанный в этих стихах, совсем не требует восстановления храма. А в этом фрагменте говорится о том, что неверующим будет разъясняться истина, и это будет доноситься до них явным таким мощным способом. Каким образом это будет происходить? Для этого посылаются два свидетеля. Мы с вами сейчас прочитаем у пророка Захарии в 4 главе. С 12 по 14 стихи следующее. Вот это выражение, Господь всей земли, в Библии использовано только два раза. Одно место это у пророка Захарии в 4 главе. А второе использование это в главе в 11 мы с вами находим. Очень многие люди пытались определить, кто же эти два свидетеля. Некоторые говорят Моисей и Илия. Это может быть Иван Павлович и Юра. Мы знаем, что это два Божьих служителя. То есть не важно, кто они, важно, что они делают. Потому что они пророчествуют о Божьей благодати. В соответствии с тем, что написано в 3 стихе, 1260 дней, получается 3 с половиной года они будут пророчествовать. Обратите внимание, что они проповедуют, будучи облеченные во вретище, следовательно, их пророчество о суде. Они пророчествуют с чрезвычайной властью. Не забывайте, что мы сейчас с вами перенеслись назад в прошлое и находимся где-то в начале периода Великой Скорби или ближе к середине. Обратите внимание на то, что неверующие люди пытаются сделать все, что в их силах, чтобы этих свидетелей уничтожить. Они им не нужны. Но они пророчествуют 3 с половиной года. Давайте посмотрим, какой властью они обладают. В 5 стихе говорится о том, если кто захочет их обидеть или просто выступит против них, то огонь выйдет из уст их. Огонь выходит из их уст, как изо рта. Также они имеют власть над дождем. Имеют власть над водами, превращать их в кровь. И снова мы видим, что это очень похоже на египетские казни. Так, мы можем сделать следующие выводы. Огонь пожирает их врагов. Им невозможно сопротивляться или противостоять. И они имеют власть над различными бедствиями. Которые напоминают 10 казней египетских. То есть, у них была такая же сила и власть, как у Моисея. Именно по этой причине многие думают, что Моисей был одним из этих пророков или будет одним из этих пророков. А вторым свидетелем выбирается Илия, по той причине, что он обладал властью над дождем. Мог его прекратить или своей молитвой снова заставить идти. Обратите внимание на то, что Бог выделил этим свидетелям конкретный промежуток времени на проповедь. В седьмом стихе говорится о том, что когда они закончат свое свидетельство, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. А вот это первое упоминание об Антихристе. Седьмой стих. Первое упоминание об Антихристе. Немножко о нем говорилось, как бы он подразумевался, его присутствие подразумевалось, когда снималась первая печать. Однако там было неясно, откуда он пришел. Но мы с вами видели вот это уже слово бездна в предыдущих главах. Мы с вами говорили, что бездна это место без дна, в котором обитают демонические силы. И здесь этот зверь делает то, что они не смогли сделать другие люди на протяжении трех с половиной лет. Можете себе представить, насколько популярным и знаменитым становится тот человек, который вдруг делает то, что не мог до него сделать никто другой? Мы с вами читаем о том, что эти два свидетеля мучили людей на земле. Они хотели от него избавиться, и вдруг появляется этот зверь, который взял и убил их. И трупы их лежат на улице Иерусалима. Мы знаем, что этот город Иерусалима, вот здесь написано великий город, но есть пояснение, где и Господь наш распят. И три с половиной дня большая радость и ликование в Иерусалиме. Все в мире узнают о том, что свидетели погибли. И они празднуют эту великую победу, которая была одержана над Божьими пророками. Однако потом происходят два события. Эти два пророка, два свидетеля воскреснуты с мертвых. И так же, как Иисус Христос вознесся, когда был в присутствии своих учеников, так и эти два свидетеля зашли на небо, на облаке. И смотрели на них враги их в это время, когда происходило все это событие, и произошло в тот же час великое землетрясение. Воскресение, сопровождаемое землетрясением, побудило некоторых из людей принять спасение. Радость неверующих была скоротечной. А смерть этих свидетелей предоставила Богу возможность открыто перед всеми воскресить их из мертвых. Поддержите ТВ-семинарий Молитвой и Финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект Молитвой и Финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. А очень важное выражение мы находим в 13 стихе. И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом. И дальше следует это выражение важное. И воздали славу Богу Небесному. Вот это выражение, воздать славу Богу, используется также в Римлянам, в 4 главе, в 20 стихе. В Римлянам 4 главе, в 20 стихе. Когда речь идет об Аврааме. Не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Если люди воздают славу Богу, это говорит о чем-то важном. Можно сказать, что во время такого вот явления Божьей силы все еще предлагается Божья благодать. И Он удовлетворяет, таким образом, собственные праведные требования. Я уже неоднократно говорил вам о том, что Божья праведность это очень важная тема в книге Откровения. Речь идет о том, что Божья праведность совершенно. Все, что Он совершает, включая смерть и разрушение, все это вызвано Его справедливостью. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.